В Алтайских колониях около 9 тысяч осужденных. Из них больше 2 тысяч официально трудоустроены. Повара, швеи, слесари, каменщики, штукатуры, сварщики. Десятки специальностей, которые можно освоить и получать за свой труд зарплату и выплачивать иски. А еще в лечебно-исправительных учреждениях края есть творческая занятость. За нее, конечно, не платят, но она дает шанс обрести себя и даже спасти. И нисколько мы с тобой не постарели, только головы немного посидели. Певец, дирижер, талантливый музыкант и преступник. В Рубцовской колонии осужденный Мансур уже четверть века. В пьяном угаре убил семью знакомого. Убийство, совершенное в молодости, изо дня в день вымаливает творчеством. Кроме прощения, у Мансура здесь, пожалуй, есть все. Дирижерские палочки и собственный оркестр. Барабаны, клавиши, гитары, духовые инструменты. Сыграет хоть на чем. Музыка в жизнь Мансура пришла от гармонистки мамы. Оттачивал мастерство уже в музыкальной школе. Я закончил музыкальную школу по классу фортепиано в Таджикистане, где я там родился, вырос. И оттуда потом у меня большая практика была в армии. Я в армии научился играть на духовых инструментах как раз. И вот оттуда у меня все и пошло. С нуля, даже порой без слуха, берется за всех осужденных, кого влечет к музыке. Вот один молодой человек у нас освободился, он попал в оркестр, в народный оркестр. И дирижер оттуда очень хорошо отзывался и благодарил меня за то, что я его научил так играть на инструменте. Я раньше никогда не преподавал. А сейчас я начал преподавать, и я понимаю, что от меня зависит мировоззрение людей. Я его меняю. От джаза до попсы. Играли даже Квинов прежним составом. Ученики-профессионалы уже давно на свободе. Человек 50, наверное, у меня уже сменилось здесь. Уже третий или четвертый состав полностью оркестра. В условно-досрочном отказано. И так из раза в раз. Через полгода новая попытка. И уж тогда-то, уверен музыкант, его освободят. И сон, где он играет в парке, наконец сбудется. Ну, обыкновенный парк отдыха, где гуляют люди с детьми. Это довольно-таки забытая традиция, когда духовный оркестр играет по вечерам в парке. Очень интересно, я вот этого хочу. Отсор, вам не понятно, говорю, что очень похоже на российского офисца Александра Самбаума. Вы говорили. Как относитесь к такому? Да, ну, я уже как-то привык. Это уже очень давно. Меня так называют. Ну, как бы это... Очень давно. Правда, я и вошних песен не бою. Алтайского Разумбаума на воле ждет большая семья. Дети, внуки, которые пока только мечтают услышать вживую своего родственника. Мазок за мазком, сосредоточенный взгляд и молитва. Так у 20-летнего осужденного в Рубцовской колонии Георгия рождаются иконы. В прошлом наркоторговец, сегодня в местах лишения свободы лучший иконописец. Когда в храм начал ходить и узнавать больше о Боге, о святых. И мне нравится, как бы... Ну, когда пишешь, ты знаешь, что делаешь доброе дело, что люди будут смотреть на этот образ и молиться, и спасаться. На свободе Георгий вел праздный образ жизни. Пойта попустила страсть деньгам. Несовершеннолетним парнем поймали на закладке. Осудили. Казалось, 4 года вот так легко вычеркнуты из жизни. Но именно в неволе все начало обретать смысл. Я верил, но так как-то издалека в храм. Храм один раз посещал всего. Сомнения у меня были. Как бы здесь более обрел истинную, так сказать, веру. Помог кружок иконописи в воскресной школе, что при колонии. Там молодой человек впервые в жизни взял в руки кисти, краски и начал творить. Профессионализм юного ученика высоко оценивают священники. Называют не иначе, как самородкам. Человек никогда не занимался, не заканчивал никаких специальных учебных заведений по написанию икон, картин и так далее. Поэтому вот такой талант у человека, который вот он здесь, находясь в местах лишения свободы, развил его, приумножил, конечно же, по благословению Божьему. В дальнем углу храма, слева, справа, где бы мы ни находились, глаза всегда смотрят на нас. Георгий смог это уловить и отразить. Особенно хорошо передается взгляд Богородицы и младенца. Иверская икона Божьей Матери спас нерукотворные и другие иконы. Своего как можно меньше пишет по канону. Вот только цвета выбирает более сочные. Это, во-первых, я цвет краски ярче сделал. Там вот в таких мелочах добавил немножко своей. Ну вот здесь эти вот узоры, не узоры. Краски больше уделил рукам, ликом, что живее старался сделать их. Одеяние тоже более естественно. Живое старался сделать. Такие иконы, говорят священники, могут украсить любой православный храм. Через полгода Георгий будет по ту сторону забора. С иконописью пойдет рука об руку, а еще займется росписью храмов. Защитная каска, сварочный аппарат, долгие часы работы. И сквозь искры уже видна будущая печь. Из-под станка осужденного Барнаульской колонии Леонида выходят незамысловатые изделия, которыми мы пользуемся в повседневной жизни. Печь, лавочки и столики. На воле 35-летний Леонид варил модульные котельные. Монтировал по всей стране. В неволе берется за все, о чем попросят. Приходят, говорят, дают задачу, что надо сделать, дают чертеж. По чертежу мы, соответственно, раскраиваем металл, обрабатываем, собираем его на прихватке. Затем мы его провариваем и делаем изделие. Сколько нужно времени, чтобы сварить печь или лавочку? Ну, на лавочку, если делать каванину, то с ковкой займет это дня три максимальное время. А если делать печь, то эту печь можно сделать с утра до вечера. В местах не столь отдаленных Леонид меньше года. Привело сюда пагубное желание попробовать наркотики. Я ехал от друзей, возник у меня умысел употребить наркотики, попробовать. Попробовал наркотики, очнулся в реанимации. Врачи меня спасли, вытащили с того света, завели на меня уголовное дело и посадили за хранение наркотиков. Сварочные, токарные, слесарные работы. Леонид умеет и делает все. Говорит, работа лечит. Работа отвлекает вообще от всего. Во-вторых, это нормальный шаг в будущее, когда выйдешь за ворота. Уже все вредные привычки как-то анализируешь, вздешиваешься за и против и выбираешь свой правильный путь. На воле молодого мужчину ждет семья, супруга и две малышки-дочки. Где сейчас папа, дети не знают, ждут его возвращения из командировки. Леонид безумно скучает и каждый день после рабочей смены садится за стол, берет лист бумаги и шлет привет своим любимым девочкам. Колония дает шанс на переосмысление чего-то важного в жизни всем осужденным. Кто-то игнорирует это, а кто-то цепляется за шанс, выходит на волю и никогда больше не переступает закон. Валентина Аскерова, Илья Халяпин. Специально для телеканала Толк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова